Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight в Хронтайн, где произошло очередное обновление навыков и на этой неделе доступны следующие навыки. Для мана доступны навыки Отзыв Крови, обучающий навык Они и знаток техники, обучающий навык Стрелок. Для выживших Визионер, обучающий навык Феликс Рихтер и Бессонница, обучающий навык Кевин Смит. Все персонажи приобретаются за радужные осколки, открываются за радужные осколки, их не надо покупать за золотые клетки. Можно, конечно же, купить в дополнениях, например, мана с Выжившим, либо Выжившего с каким-то другим маном, но в целом любого из этих характеров можно открыть за радужные осколки. Поэтому, в принципе, стоит просто подкопить радужных осколков, открыть необходимого персонажа, который вам нравится, либо чьи навыки вам интересны. Прокачать его и получить все навыки. Что касается навыков. Начнем с манов. Боль одного передается и другим. Когда Выживший попадает на крюк, все остальные раненые Выжившие получают кровотечение и усталость на 45 секунд. Время восстановления воздуха крови 80 секунд. Насколько я понимаю, все значения поменяются, когда вы прокачаете навык до третьей стадии, то есть 45 секунд увеличится до 60, а 80 секунд, наоборот, уменьшится, скорее всего, до 60. Я могу ошибаться по значениям, но какое-то из значений точно поменяется. Что же касается самого навыка. Да, для Они он, конечно же, хорош, потому что Вы оставляете больше шариков крови и Они легче, во-первых, накопить его силу, во-вторых, ему легче найти и отследить Выживших. Для всех остальных манов, ну, поскольку, поскольку, довольно-таки специфичный навык, если Вы гоняете всех по карте, раздаете хиты, да, это, в принципе, будет прикольно, потому что Вы, ну, будут получать усталость, не смогут бегать, использовать спринт, например, будут... У них будет кровотечение, соответственно, они будут оставлять больше луж крови, больше следов, Вы сможете их легче найти. А благодаря тому, что Вы их и так хорошо находите, Вам просто это упрощает задачу. Если Вы никого не можете найти на карте, никого не можете догнать и дать хит, ну, тогда этот навык вообще бесполезен в Вашем случае. И лучше какой-нибудь другой навык приобрести, прокачать и, собственно, который будет давать Вам, например, там, ну, не знаю, дополнительную информацию, Вы будете видеть ауры или, там, например, скорость увеличить, тогда, ну, как бы, вот такой вот вариант. Так что, отзвуки крови, на мой взгляд, очень ситуативный, очень специфический навык и, ну, по факту, будет работать, как бы, не всегда и это уже будет зависеть от Вашего стиля игры и от связки с другими навыками, ну, и от мана, за кого будете играть. Знаток техники. Вы знаете, как звучат хорошо смазанные механизмы. Когда Выживший теряет уровень здоровья, активируется навык Знаток техники. Пока Знаток техники активен, каждый раз, когда кто-то из Выживших отлично проходит проверку реакции при починке, его аура становится, видимо, на 6 секунд. Ну, что ж, в принципе, довольно-таки неплохой навык, дающий Вам дополнительную информацию на карте. Не то, чтобы это суперсильный навык, но в целом, когда Выжившие сидят на генах, причем, может быть, сидят вообще по всей карте, в разных частях карты, да, каждый на отдельном гене, и проходят проверки реакции на отлично, это, в принципе, довольно-таки часто происходит, то Вы получаете информацию о местонахождении того или иного Выжившего. На мой взгляд, довольно-таки неплохо для того, чтобы получать дополнительную информацию на карте. Но, опять-таки, все зависит от того, за кого Вы играете и какие навыки еще используете, помимо этого навыка, то есть, насколько этот навык будет работать со всеми остальными Вашими навыками. Так что, в целом, это не супер вообще сильный топовый навык, но довольно-таки приятный и полезный. Что касается навыков для Выживших, Визионер, обучающий навык Феликс Рихтер, вы на редкость сосредоточены на поисках способов выбраться, вы видите ауры генераторов в радиусе 32 метров. После любой починки генератора, Визионер отключается на 20 секунд. В целом, довольно-таки неплохо, только для одной цели, для того, чтобы Вы видели на разного рода закрытых картах, ну, даже, может быть, не на закрытых картах, Вы видели генераторы, где они находятся, ну и, собственно, знали, в какую сторону вообще бежать к генератору или, наоборот, от генератора. Поэтому, в принципе, этот навык, на мой взгляд, по большому счёту вообще бесполезен, Вы можете вообще находить генераторы, если это открытая карта по лампам, фонарям, вот, по, собственно, антеннам, лампам, фонарям. Если это закрытая карта, да, там немножко посложнее, там, конечно же, хорошо, но можно использовать, в принципе, карту, которая будет показывать Вам генераторы, соответственно, причём практически любая карта, по-моему, показывает генераторы, Поэтому, в принципе, тратить слот на навык Визионер, мне кажется, нет смысла. Я очень редко вообще встречаю игроков, кто пользуется данным навыком. В принципе, этот навык, скорее всего, где-то нужен для выполнения архивного задания, честно сказать, не помню. Вот, но в играх очень-очень редко встречается данный навык. На мой взгляд, он практически бесполезен, особенно, когда Вы можете просто взять с собой карту, либо, найдя карту, посмотреть вообще, где генераторы стоят, запомнить и, в принципе, продолжать играть. Что ж, касается следующего навыка для Выжившего Бессонница, обучающий навык Квентин Смит. Вы присматриваетесь с друзьями даже в самые трудные минуты. Вы и Ваши союзники в радиусе 8 метров отправляетесь от слепоты, ослабления, усталости, увязвимости, кровотечения, замедления и забывчивости. На 20% быстрее при выходе из радиуса действия эффект сохраняется ещё на 15 секунд. То есть, грубо говоря, довольно-таки хорошо против манов, у которых есть навык разрушения разума, если не ошибаюсь, да, когда Вы садитесь на ген, чините ген, и у Вас появляется ослабление, слепота, когда Вы очищаете порталы демогаргона. Демогаргона, в принципе, это всё относится к демогаргону, да, порталы демогаргона, которые вызывают там при определённых навыках слепоту, усталость там и так далее. Плюс его же навык разрушитель разума, или как он по-другому называется, не знаю, не помню. Собственно, когда Вы сидите, чините гены, и Вы получаете ослабление и слепоту. Ну, я даже не помню, у кого ещё есть подобного рода навыки. То есть, грубо говоря, данный навык хорош против демогаргона, в принципе. И, ну, против его различного рода аддонов и навыков. По большому счёту, не знаю, ну, от кровотечения, да, получается, что от звуки крови, да, у Вас сильное кровотечение, и Вы отправляетесь, если пробежал кто-то с таким навыком мимо Вас, или начал лечить Вас, соответственно, Вы отправляетесь быстро от кровотечения, оставляете следов крови много, что тоже, в общем-то, довольно-таки приятно и неплохо, то есть, помешает ману обнаружить и найти Вас. Уязвимость, усталость, замедление, забывчивость. Ну, в принципе, такой себе навык, по большому счёту. То есть, это нужно, чтобы он работал, нужно, чтобы у мана были какие-либо аддоны или навыки, которые вызывают слепоту, ослабление, усталость, уязвимость, кровотечение, замедление и забывчивость. Тогда этот навык будет работать, если ман вообще, например, играет без каких-либо аддонов и навыков, что тоже, в общем-то, нередко встречается, когда ман играет, например, с каким-нибудь одним навыком, или вообще, ну, скорее всего, с одним навыком. Очень часто маны, игроки заманов, играют просто с одним навыком, который даёт им какую-то обилку, возможность, дополнение, ну, как бы, улучшает мана, и они благополучно вообще играют с одним только навыком, им этого хватает, поэтому в таком случае этот навык будет абсолютно бесполезен. Лучше, наверное, взять что-то более интересное, например, там, Железная Воля, да, либо ещё какой-нибудь другой навык вместо Бессонницы. То есть, на мой взгляд, Визионер и Бессонница относительно бесполезные навыки, и что касается отзыва крови для манов, ну, такой себе навык. И знаток техники тоже, в принципе, средненький навык, но когда вы затрудняетесь, там, вам сложно искать сурвов, по крайней мере, хоть кого-то вы будете видеть время от времени, что, возможно, поможет вам найти кого-нибудь и поймать. Так что, в принципе, этот навык такой средненький, на мой взгляд, хотя, в принципе, с ним встречаются маны не очень редко, довольно-таки часто кто-то играет с данным навыком. А на этом, пожалуй, всё. Выбирайте свои навыки, либо открывайте манов, чтобы открыть другие их навыки, потому что, в принципе, у манов и у выживших есть более интересные навыки, чем те, которые представлены на этой неделе в Храме Тайн. И на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Увидимся в Тумане. Субтитры сделал DimaTorzok